Вышла в свет очередная книга известного писателя, драматурга, журналиста, народного поэта Карачева-Черкесии Дины Мамчуевой. Какие произведения вошли в новое издание, расскажет Алла Качиева. Выход каждой книги для автора большое событие. Такое ощущение, будто бы твое внутреннее состояние, чувства, мысли, мечты, желания открывают дверь и выходят в мир. Так вот, на этот раз мир увидел очередной сборник народного поэта Карачева-Черкесии Дины Мамчуевой под названием «Карча». В первой части – драма с одноименным названием. Она уносит на 600 лет назад. «Карча – реальная историческая личность. После нашествия хромого Тимирлана, который напал на Аланию и уничтожил все живое и неживое, один из его секретарей писал так. Вряд ли уже на этой сожженной земле когда-нибудь даже вырастет травинка. Но не тут-то было». И трава выросла, и жизнь закипела, и народ, который когда-то здесь жил, возродился. Все это благодаря легендарному Карче, сыну аланского князя Булата. Такие люди Кагон рождаются один раз в тысячу лет, говорит Дина Тарьелевна, вдохновленная жизненной историей, патриотизмом, мужеством и мудростью предводителя Карачая. «Хотя хромой Тимирлан пытался уничтожить весь народ, многие сбежали, куда глаза глядят. Молодых, сильных, способных работать, приносить пользу, он забрал с собой в Самарканд как пленников. Среди них был и наш Карча. Карча тогда был малолетним, несовершеннолетним, но он был очень удивительным человеком, как Божий посланник. Он был очень красивый человек, физически очень сильный, очень умный, все хватало на лету. Все, кто с ним знакомился, все, кто его узнавал, покорялись ему. И когда сам хромой Тимирлан был очень восхищен им и не отпускал его от себя. Но во время похода в Китай скончался хромой Тимирлан и Карча приобрел свободу. Через большие трудности и испытания, через Крым он возвращается на свою историческую родину. Этот человек был как будто напичкан талантами разного рода. Он одновременно был и вождем, и полководцем, и министром культуры, я образно говорю, и образованием. Он был и учителем, и врачом, и строителем. Только такой человек мог объединить людей и создать маленькую страну Карачай со всеми государственными атрибутами. Соратники родоначальника Карчи – также реальные исторические личности. Адурхай, Пудиян, Наурус, Трам. С тех пор прошло 600 лет. Значит, 600 лет тому назад эти люди жили на этой земле. А народ их помнит, потому что в народной памяти никогда не померкнут имена героев. Чувство долга, чести, ответственность, любви к родине, которые живут в народном герое Карча, являются образцом для подражания. Карачайский государственный театр по инициативе директора Руслана Гочияева поставил спектакль по пьесе Дины Мамчуевой. Главную роль в спектакле роль Карчи сыграл молодой, талантливый, очень интересный актер Ислам Мамчуев. Сейчас он снимается в фильмах. Роль Карчи настолько ему понравилась, он настолько был влюблен в этот образ, что решил переименовать себя. В прошлом Ислам Мамчуев, теперь Карча Мамчуев. Во вторую часть сборника вошла поэма, написанная в сонетах. Ковид-19 – коварная болезнь, которая унесла жизни миллионов людей, в том числе родных и близких Дины Мамчуевой. Автор в своем произведении раскрывает глубинные человеческие отношения в период пандемии. Я сама тяжело заболела. Когда меня везли в больницу, перед тем, как выйти из дома, я сказала, если я останусь в живых, я напишу поэму о ковиде. Возможно, мои слова дошли до Всевышнего. Хотя я тяжело болела и лежала 18 дней, я выжила. Мне помогали все. Всем миром поддерживали меня. И врачи, и не врачи. Я всем этим людям глубоко благодарна. И все эти люди зафиксированы в поэме. В третьей заключительной части сборника можно прочитать стихи, написанные одаренным поэтом Диной Тарелевной в последние годы. Среди них особенно дорого мне стихотворение, которое я посвятила молодому, талантливому поэту, переводчику и журналисту Рустаму Тамбиеву. Рустам Тамбиев не только талантливый человек. Я в один прекрасный миг поняла, что он очень благородный, добрый и мудрый человек не по годам. Он сделал мне неожиданно подарок. Он совершил умру, малый хадж, в память моей сестры Светланы, которая ушла из жизни. Я бесконечно благодарна Рустаму. И я могу уверенно сказать, если у нас есть такие молодые люди, как Рустам, наше будущее в надежных руках. Дина Мамчуева своим творчеством вносит большой вклад в литературу, сохранение и развитие языка, истории, культуры карачаевского и других народов. У читателя сборника «Карча» есть возможность окунуться в историческое прошлое, а также в пейзажную философскую любовную лирику. Алла Качиев, Олег Молхожев, Вести, Карачева, Черкесия.